доброе утро грибная банда калининграда опять приветствует вас на своем канале всю ночь шел дождь и при заезде в лес одну машину снесло утром проснулись посмотрели в окна решили что не бывает плохой погоды бывает плохая одежда и все-таки сорвались тремя экипажами мы сегодня сорвались в лес сейчас получилось так что одну машину кинула резина лысоватая кинула в канал сейчас попробуем вылезти ну дожди конечно сделал свое дело трассу чуть-чуть разбил итак мы начинаем смотрите до конца посмотрим что сегодня получится из нашего из нашего выезда так ребята мы проехали сейчас более такая цивильная часть дороги мы едем туда извините за выражение куда волки как боятся ходить едем не знаю где очень-очень далеко вот есть пару маршрутных точек посмотрим что они нам принесут и так мы доехали и мы начинаем смотрите кто видео до конца я думаю будет интересно мало исследованный район сами не были тут наверное года два-три сейчас посмотрим ребята и вот мой первый зачетный белый красивый красивый белый правда он не один им семейка кстати обратил внимание на входе в лес даже засмеялся смешно стало вроде бы приучил обратил внимание заходит группа все что-то шепчут все чего-то наклоняются что-то кладут у лешего просят молодцы не знаю может это что-то от язычество но тем не менее я глубоко хоть и православный я глубоко убежден в том что все равно что-то существует росови белого гриба радует на границе смешанного и ельника конец августа и я думаю это крайний летний белый гриб думаю он уже будет отходить и до осени до конца сентября начало октября мы его больше не увидим к сожалению но зато откроем сезон на баранчиков будем бегать искать баранчик здоровска мухоморчики пошли значит скоро и будет настоящий осенний белый вторая волна думаю все-таки в этом году она будет хотя август по истории метеонаблюдений за всю историю метеонаблюдений он в этом году у нас в нашем регионе самый холодный поэтому и вносит сомнения в августе идет осенний опенок который должен быть в сентябре чудны дела твои господин самое зло которое есть в наших лесах это бобры если честно они понастроили столько своих плотин и получается вот вот на этом месте мы не были повторюсь а года три и тут уже вон такие камыши за пруды и приходится форсировать приходится форсировать этих миллиораторов понастроили тут такие плотины что офигеешь все заболочено приходится вот это все при переходить экстремальный такой маршрутик ребята признаюсь я далеко не господин вишневский любитель с группой единомышленников и с помощью ваших подсказок много чему учусь век живи век учись и вот хотел у вас спросить вы не подскажете что вот это вот за чудо чудное в комментариях не могли бы ответить среди вот такое чудесное очень жесткий очень и очень жесткий на спарасис он не похож тем более он растет на дереве думаю что это что-то из ежовиков ну что это такое вы не могли бы ответить в комментариях заранее благодарен кстати его тут маленьких очень много вот маленький вон маленький с другой стороны вон дальше еще один занимательно просто интересно что это такое похоже на морской коралл довольно таки жесткой по моему раньше не встречал может быть встречал просто не обращал внимания интересно такая структура что это может быть за гриб и ребята вспомнил название по моему гриб который показал ранее называется ежовик коралловидный коралловидный правильные или неправильные мои догадки напишите пожалуйста в комментариях поляны белого конечно очень большие очень жалко что очень много переростов представляете ребята вот такие шлепуны вот такие большие жалко вот сюда бы на пару деньков раньше пару деньков хотя хотя они отлично пойдут на семя вот такие шлепуны радует то что малыши все равно попадаются классники такие красавцы беленькие довольно таки бодрые упругие сейчас покажу довольно таки четкие вот такие вот вот такие вот красавцы и они небольшими 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 кучками но они есть вот смотрите вот стоит вот такой вот кнопыш кнопыш он еще рядом он еще рядом а это вообще красавец обалденный стоит такой вот такие они ну им два-три дня получается маленький все-таки есть гриб то здоровско по зонам чернолистника на краю всевозможных канав подосиночки стоят почему-то у меня ассоциация с ними все время как солдатики они же четкие такие в своей вот такой вот стройности такие стоят ну действительно чем-то напоминают солдатиков а за счет своей окраски они как светофорчики идешь-идешь и бах такой стоит такие вот красавцы обалденно красивый подосиночки самое главное его червивого почти нету а сбоку еще и беленький притаился нет мы все-таки не зря ездили уехали такую чаще стоят стройными рядами вот что ребят вот увидел смотрите вот такой вот вот такой вот красавицы чтобы понимали толщина ноги вот ставлю свою ладонь три пальца три пальца вот это вот это вот это подосиновик вот это подосиновик всем подосиновиком подосиновик смотрите а блин он под шляпкой он червивый скорее всего попробую ножка чистенькая ножка чистая а шляпку ну пожрали гименофор чуть-чуть пожирали но мы его брать не будем достаточно вот такой вот ножички вот еще увидел сейчас минутку вам покажу по соседству с белым вот такой вот подосиновичек стоит вот такой красавица а рядом еще вот такой вот под елочкой притаился рядом мутант из мутантов ну чтобы понимали вот моя ладонь почти ширина ладони обалдеть мутанты какие я не в золиде чернобыля напоминаю я в калининградской области да и да Вот такими вот семейками, аж обалдеть! Вот еще два, вот еще три. Смотрите, отвожу камеру в сторону, отвожу камеру в сторону, вот они, вот они какие здоровские. А вот рядом вот такие, рядом вот такие поля переростков. Это офигеть, ребята, я такого давненько не помню, давненько, честное слово, если с учетом того, что это вот, ну от ведра у меня, наверное, не знаю, метров десять, вон оно. А это все вперемешку вот с такими белыми, вот они, вот польский белый, опять белый, опять белый. И поляны все продолжаются и продолжаются. Вот такие вот белые, вот такие стоят. К переросткам вон там на бугре я даже не пойду. Представляете, какие монстры. Это обалдеть можно. Очень уставший пенсионер. И рядом вот такой вот бодренький. Обалденно. Обалдеть, ребята. Вот это я поляну нашел. Вот это лесовичок меня поблагодарил. Обалдеть можно. Вот это грибной колондайк. Грибу, правда, дня три-четыре. Достаточно взрослый, но красивый. Какой он красивый. Красивый. Кстати, переняли, переняли термин у ребят всероссийского форума грибы России, средней полосы России. Вот они такой гриб называют шлепуны. Вот такие стоят красавцы, вот такие красавцы. Обалденно хорошие. А сейчас мы их проверим, насколько они чистые. Вот сейчас я срезал одного, я его почистил. Смотрите, это чистейший, чистейший гриб. Чистейший, отличный гриб. Вот для сравнения. Вот мой кулак. Да, он большой. Но на сушку. Ну, идеален, честно слово, идеален. Вот это грибной клондайк. Белый гриб в этом году очень радует. Все время все говорили, что 19 год был очень урожайным на белый гриб в нашем регионе. Я, моя точка зрения, любой год он урожайный. Просто разные леса работают. Если в этом году работает один лес, в следующем году он теоретически должен отдыхать. Просто меняйте свое. Просто надо поменять место сбора и все. Уехать в другие леса и будет вам счастье. Надо только чуть-чуть изменить своим привычкам и переехать в другие леса. Гриб, он есть всегда, только в разных лесах. Вот такие вот белые. Ребята, встретил вот такое чудо. Кто мне скажет, что это такое? По внешнему виду на очень массово произрастающую у нас скрипицу вообще даже близко не похоже. Сейчас я возьму один гриб, оторву. Вот он. Он пластинчатый гоминофор, но он настолько большой, вот чтоб ориентир был мой кулак. Ну у меня средний, буду говорить так. Это настолько большой гриб. Что это может быть? Кто подскажет в комментариях? Довольно таки частые пластинки. Интересно, что это такое большое? Заранее благодарны. Нет, ребята, осенний лес по-своему прекрасен. Вернее он даже не осенний. Последние дни августа. Осталось пару дней и наступит осень. Разнообразие гриба, ну очень-очень радует. Смотрите. Желтая сыроежка, вот красная сыроежка. Польский белый. Польский белый. Причем он с семейками. Его довольно-таки много. Маленькие кнопари польского белого лезут. Зоровска. Очень много. Очень много белого. Много подосиновика. Подосиновика я не собираю. Я, конечно, его отдал Ирине. Одному из участников нашей группировки. И мы потихоньку, наверное, будем заканчивать. Время к обеду. Довольно-таки много пройдено. Сделал буквально два шага от польского белого. А вот настоящий четкий-четкий белый. Вот такой вот красавец. Здоровский. Собственно, по итогам дня стандартные 18 литров. Повторюсь, наше ведро, мое ведро. 22 литра. Где-то литров 18-19 я набрал. Отборного белого гриба. Результатом более чем доволен. До машины еще километр двести. Думаю, еще соберу. Ребята, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте нам вопросы. Мы на них обязательно постараемся ответить. Всем спасибо за просмотр. За то, что уделили. Своё время. Спасибо. Мира и добра вашему дому.